Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Родственника требует, чтобы я сменил работу. Говорят, что работа продавца слишком тяжёлая. Я никакой тяжести не ощущаю. Наша работа вообще не о чём. Хотел, чтобы я пошёл работать на работу офисную. Но, как по мне, офисная работа не подарок. Она ещё больше способствует проблемам со здоровьем. Это спинка, ножка и зрение. Вот как от них отбиться, мне уже много лет идут алдейчат. Мне эти разговоры причиняют боль, потому что совсем не хочу работать и на никого учиться тоже. Вообще никак не хочу расти в плане карьеры. Очень хочу детей, пока этого не получается, так как для меня это слишком тяжёлая тема. Я думаю, что лучше просто приучиться их не слышать. Тем более, что муж моя позиция устраивает. Он тоже не хочет, чтобы я меняла работу. Здесь, на мой взгляд, присутствует несколько важных моментов. В первую очередь, это просто вам причиняет боль. Боль, в любом случае, вследствие некоторого конфликта. Вашего конфликта, внутреннего конфликта. Внутреннего конфликта. Некоторого, можно сказать, противоречия. Некоторого, можно сказать, напряжения. Которое, в любом случае, в любом случае, необходимо, на мой взгляд, поисследовать. Потому что боль, потому что болезненность не возникает на пустом месте. И если у вас такое чувство боли присутствует, то очень важно разобраться с тем, что именно. Что именно причиняет вам боль. Что именно причиняет вам неприятные ощущения. Значит, вы говорите о том, что не хотите работать. Вы говорите о том, что не хотите карьерно расти. И важно видеть, вследствие чего такое решение. Вследствие ли этого выбора, ну, вашего выбора. Конкретного выбора. То есть, осознанный выбор не расти становится. И стараться стать родителем. Например. Если так, если так, то важно увидеть, из какого чувства вы хотите этим самым родителем быть. То есть, ну, что это за чувство, из которого вы хотите стать родителем. Готовность ли это передать какой-то опыт свой? Чувство любви. Чувство любви. Ну, внутри вас имеется в виду. Или, может быть, что-то еще. Может быть, что-то другое. Если же, в целом, такое чувство негативное, из которого вы хотите детей, не хотите карьерно расти, например, обесценивание себя, не веру в свои силы и так далее. То это необходимо проработать со специалистом. Вот. Потому что для вашей родительской позиции, для вашей родительской функции в будущем, в будущем, в любом случае, полезно. Если вы будете реализованы, потому что реализованный родитель, куда более ценен для ребенка, чем нереализованный. Вот. Это очень важно понимать. Что касается, значит, ваших родителей, от которых вам, по вашим словам, нужно отбиться. Конечно, я не считаю, что отбиваться от родителей, ну, какая-то хорошая идея в этом смысле. Потому что это показывает, в первую очередь, наверное, вашу какую-то неуверенность в себе, неуверенность в собственных силах. Вот, какую-то борьбу, ну, с родителями. И родители ваши не могут этого не чувствовать, они это чувствуют, они это ощущают и реагируют, ну, вот, скажем так, ну, соответствующим образом. То есть, парадоксально, но факт может заключаться в том, что ваши родители вам поубичат, как вы говорите, именно, именно потому, что вам это причиняет боль. То есть, они чувствуют, например, какую-то, ну, какую-то вашу неуверенность в себе, неуверенность в собственных силах. Вот. И, в общем и целом, из-за этого ведут себя так, как ведут. Поэтому вам бы здесь, конечно, имело бы смысл поработать над тем, чтобы стать более уверенным в себе. То есть, ну, чтобы лучше на себя опираться, да, чтобы лучше, может быть, себя как-то слышать. Вот. И уже опираясь на это, давать родителям какой-то фидбэк, какую-то обратную связь. И так далее. Вот. Ну и работа с личными границами, конечно. Тоже очень важна, потому что, если личные границы как-то не простроены, вот, ну, ваши. А, вот. То, само собой, разумеется, родители будут, ну, как-то вот чувствуя вашу слабость. Туда давить, потому что им будет казаться, что таким образом они вам помогают. Даже если это не так. Вот. Само собой, разумеется, что если бы вы несколько в большей степени были бы реализованы, то, ну, позиция родителей, да. Вас бы не беспокоило от слова совсем. А так, так вот, ну, конечно, вас задевает то, что родители говорят, потому что вы не уверены в себе. Если вам, ну, хочется, значит, поддержки в их лице, например, а поддержки вы не получаете. Вот. И в этом ключе, ну, естественно, вам тоже будет в этом ключе. То есть тут по-другому мне не представляется то, как может быть, по-другому, да. К, ну, к сожалению, большому. Вот. Поэтому. Как-то так вот какой-то такой ответ я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. психотерапии. Вот. Психолог поможет вам разобраться в себе, в своих, значит, противоречиях. Определиться поможет с своей мотивацией, ну, на какие-то решения, да, на какие-то действия, поступки. И дальше, я думаю, вы решите и разберётесь, что вам делать и как поступать. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И обращайтесь за помощью, за помощью вам она пригодится вне всякого сомнения и позволит вам обрести гармонию. Спасибо.